Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 19 марта и я хочу показать вам перевалку своей петуни. Возраст моей петуни 1 месяц и 5 дней. Посеяна она 9 февраля, взошла где-то в районе 15-17 год. На сегодня на 19 число, даже может быть чуть поменьше. Находится она в прекрасном развитии. Дело в том, что моя петуни высаживается по методу Бориса Борисова. У меня есть видео на эту тему. Посмотрите, какая корневая система у неё замечательная в таком возрасте. И уже показываются первые росточки, с помощью которых она кустится, забыла название. Совсем как они называются, типа как пасынки. Вот здесь у неё видно, что уже где-то 10 настоящих листочков у этой петуни. Высаживаю я петунию в 100-граммовый стаканчик, в углубление полусантиметровое кладу гранулы петуни и закрываю плёнкой пищевой. Когда она всходит и достигает высоты вот этого углубления, развивается у неё семидоли хорошая, я её окучиваю. Но это окучивание, оно очень отличается от обычного окучивания, которое делается холмиком, гребнем и быстро пересыхает. И поэтому корни плохо образуются. Моё окучивание, оно как сравнивание почвы. То есть просто закрывается это углубление. И поэтому оно очень эффективно. Остаётся влажным почва при этом окучивании. И очень быстро образуются корни, и петуния стремительно растёт. Вот просто иногда пишут комментарии, что мы не верим. Святая, правда, чистая. Вот этой петунии где-то 1 месяц и 4-5-6 дней. Вот. Это у меня изи-берри велюр. Конечно, пришло время её переваливать. Очень это удобно. Вот в такой стаканчик. Она растёт свободно. Ей нравится. Всё очень быстро происходит. Каким образом я буду делать перевалку? Перевалку делать проще простого. Главное правильно подобрать грунт. Давайте начнём с этого. Петуния у меня росла. В грунте теравита, живая земля. Для перевалки нужно использовать грунт, в котором хотя бы какую-то часть будет составлять это же самое теравита. Потому что надо постепенно её приучать к грунту более неудобному. Каким образом я составляю грунт? Я беру одну третью часть вот этого грунта теравита. Вот он, теравита. Одну третью часть я беру своей садовой богатой земли. У меня это просеянный компост. Зрелый из компостной кучи. У меня песок, песчаная почва. Одну часть я беру верхового торфа. Вот у меня все эти пакеты тут. Кстати говоря, верховой торф какой-то уж очень чёрный попался у меня. Вот в этом сад чудес производитель. Поэтому я думаю, что лучше было бы размочить вот этот почвобрикет Биомастер. Он размачивается и получается очень лёгкий состав торфа. Вот именно верховой, рыжий такой торф. И вот, значит, три части одного, другого и третьего. И одна часть для разрыхления агроперлита. Одна часть. Можно вместо, значит, вот своей садовой богатой земли взять биогумус. Вот он у меня здесь. Это пермский биогумус. Он очень качественный. Ну, главное, чтобы всё-таки какую-то часть в составе была та самая почва. Тот грунт, который был использован изначально. Вот я всё это смешала уже заранее, чтобы не задерживать ваше внимание. И у меня получился вот такой замечательный, очень рыхлый, прекрасный просто грунт. Земля должна быть рыхлой. Грунт должен быть рыхлым. Обязательно. Что я делаю? Я беру пол-литровый стаканчик. Конечно, наверное, оптимально было бы стаканчик 350 миллилитров. Но вот эти все сорты серии ампельных и каскадных петуний, они растут настолько быстро, что страдать от того, что грунта может многовато, то есть было 100, стало 500. Они не будут. Я в этом уверена. Я также переваливала в прошлом году. Пробовала переваливать в 200-граммовый, но это просто там почти совсем маленькое увеличение грунта, и оно незаметно. Вот я беру, таким образом насыпаю грунт. Затем беру стаканчик, притряхиваю немножко, беру стаканчик, который буду пересаживать, и вдавливаю его в основание вот этого грунта. Он у меня очень рыхлый. И получается очень удобная ложа для стаканчика, как раз на том уровне, который мне нужен для того, чтобы этот стаканчик вставить. Вот оно получилось, это ложа. Вот его видно. Затем стаканчик лучше всего, когда он не сильно сырой, поэтому почва сильнее будет осыпаться. А вот такой слегка подсушенный. Немножко отряхиваю снизу перлит и вставляю вот какие хорошие корни, замечательные. Вставляю его в этот стаканчик уже. И затем столовой ложкой, только поверху уже теперь это будет нужно сделать, подсыпаю этот мой с любовью составленный грунт. Вот таким вот образом. Немного уплотняю этот грунт, притряхиваю пальцем рукой, но это недостаточно, нужно немного его уплотнить. Я делаю это, как правило, рукой. Заглублять петунью не нужно. Если только вы видите, что петунья находится как бы на небольшом столбике, оголенном таком. Вот этот можно оголить, а вот так точка роста должна быть ровно на поверхности земли. После того, как петунька распикирована, нужно ее полить. Я придерживаюсь такого мнения, что первый полив, тогда, когда у нас это перевалка, а не пикировка, для быстрейшего образования корней вполне уместно произвести с помощью раствора монофосфата калия. Это у нас будет дозировка 1 грамм на 1 литр воды. Удобрение быстрорастворимое, поэтому мы берем его, разводим и грушей вот такой по окружности стаканчика немного поливаем. Не надо переборщить с поливом. Вот я так думаю, что где-то миллилитров, вот эта груша, она миллилитров 90, думаю, что даже полную грушу не стоит. Вот таким образом грушей поливаем. И пикировка произведена. Я не думаю, что стоит показывать еще. Один стаканчик здесь все понятно. Главное подобрать хороший грунт. Через неделю после того, как произведена пикировка, может быть, дней через 10, я думаю, что, ну, на ваше усмотрение, 10, может быть, 2 недели, питу не стоит подкормить комплексным удобрением. Ведь мы дали ей только элементы, которые будут образовывать корневую систему. Но сейчас бурно начнет развиваться и верх. Поэтому вот удобрение мастер, 18, 18 на 18, универсальное с микроэлементами, будет оптимальным. Но его не всегда найдешь, это удобрение. Вместо него можно воспользоваться кристаллоном. Это тоже удобрение 18, 18, 18 с микроэлементами. То есть, где все в комплексе гармонично составлено. Оно от фертики, кристаллон. Почему лучше пользоваться вот такими удобрениями, воднорастворимыми? Потому что такие удобрения не засоляют почву. Мы ведь выращиваем питунию в очень ограниченном объеме. Если брать, например, просто азофоску, то у нее есть вот этот остаток труднорастворимый. И он неизбежно попадет в почву. Объем у нас маленький. Поэтому лучше всего воспользоваться все-таки качественными и воднорастворимыми удобрениями. Как дальше я буду питунию подкармливать? Дальше. Вот Борис Борисов, на которого я ориентируюсь, методом которого я пользуюсь, от которого я этого метода просто в восторге. Он советует удобрением жидким каким-нибудь. Ну вот, например, бонафорта для питунии. Да, наверное, можно любым жидким удобрением. Какие у нас там есть. Сейчас мне ничего на ум не приходит. Их очень много. В дозировке в 2-3 раза меньше, чем положено по инструкции. С каждым поливом. Вот это будет оптимально. Она же прожорливая очень, питунька. Она моментально освоит эту корневую систему. Вернее, эту почву своей корневой системы. И надо будет ей дальше чем-то питаться. Время от времени можно питунью опрыскивать. Тем же бонафорта можно опрыскивать, а можно вот этим коктейлем. Он мне очень нравится. Я опрыскиваю время от времени все свои растения. Это 1 капля HB101 и 5-7 капель удобрения Энерген. На пол-литра воды. Одного опрыскивателя пол-литрового хватает на всю рассаду. Вот такой уход за питунью и такая перевалка ее поможет в дальнейшем вырастить хорошие боковые придатки. Эти, которые я забыла, как они называются. И в следующем своем видео я расскажу о том, как я черенкую питунью. И прищипываю ее для того, чтобы кустик был богатым, пышным, хорошо и гармонично сформированным. Не забывайте, что поливать питунью нужно умеренно. Ее лучше пересушить, чем перелить. И следить за весом стаканчика. Это самое верное средство. Взвесьте прям даже стаканчик. Да и на ощупь это прекрасно понятно. Стаканчик, когда влага еще не использована растением, он гораздо тяжелее. Как только он все выпил, стаканчик становится легким при легким. И тогда пора поливать. Всего доброго вам, друзья. Всего самого наилучшего. Если вам понравилось видео, поставьте лайки. И заглядывайте на мой канал Дачной Радости со Светланой. Я буду очень рада вам. Пишите свои комментарии о том, как вы ухаживаете за своими цветами.